Всем привет, мы с вами продолжаем играть в Террарио, это по-прежнему мастер мод. Я тут начал строить такую небольшую башенку, то есть это только первый этаж и такая первая пристройка второго этажа, так скажем, начальная стадия второго этажа, в которой у нас с вами будут храниться все трофеи, то есть на первом этаже, как видите, слайм и глаз к тулху. Собственно говоря, здесь, наверное, будут храниться вещи, которые с них выпали. То есть вот, например, со слайма я собрал абсолютно все, что можно было собрать, все, что с него выпадает, и трофеи, и все вещи. И это на самом деле хорошо, и вот я сейчас только уже после этого дела понял, что мне на самом деле бы очень повезло со Скелетроном в прошлом выпуске, то, что мне с него трофей выпал, потому что у трофея не стопроцентный шанс, и, естественно, если бы он не выпал, то я бы обломался, я остался бы без него. То есть мне бы пришлось на самом деле, скорее всего, тогда брать куклу-воду Артура, ну, естественно, портного, тащить его туда, ну, к Данжу, здесь строить для него, точнее, дом у Кладанжа, дальше его туда вызывать, убивать его там, и тогда бы призывался новый Скелетрон. И после этого убивать, пытаться выбить... секунду, куда упадет, нормально. И таким образом пытаться выбить все трофеи. То есть я понимаю, что там со Скелетрона не выпали кое-какие вещи, и можно было бы вот именно это подделать, пофармить, но, типа, нам они в нашем нынешнем состоянии, честно говоря, не нужны, потому что нам, ну, вот, пчелу бы завалить, потому что с пчелой мы с вами получим много всего вкусного, и именно поэтому я предлагаю особо времени тянуть, и сегодня, то есть в прошлом выпуске, я большую часть выпуска там исследовал джунгли, еще что-то, я тут за кадром еще по джунглям полазил, наконец-то посох себе, как он там называется, секундочку, выращивание, да, посох выращивание получил. Очень классная штука, то есть тебе не нужны семена никакие, ты можешь прийти, то есть если у тебя нету, например, травы, или ты куда-то блоки земли переставил, и тебе нужно туда траву поставить, при помощи него можно вырастить блоки травы, плюс увеличивает количество добытых с алхимией вещей, то есть добытых цветов и прочего, когда ты что-то выращиваешь, ну, здесь-то, естественно, ничего не росло, если собирать при помощи него таким образом, естественно, очень полезная штукенция. У нас все есть в свинюшке, да, кстати, я за кадром порыбачил, и я получил ту самую свинюшку, о которой вы говорили, то есть денежная корыта, при помощи денежного корыта можно себе призывать летающую свинюшку, теперь не нужно действительно никуда устанавливать, и вот так вот открываешь, получаешь сюда доступ, очень удобно. Кстати, весь этот клан нужно отсюда убрать, я его временно переложил, пока был в данже, отвердители можно продать, ну, то есть можно там один отвердитель туда кинуть, чтобы просто хранился как трофей. И еще один момент, сейф. Я думаю, что стоит все-таки купить, потому что сейф можно положить в свинью, это единственный ящик, который можно положить в свинью, то есть вот мы здесь положили, или теперь ушли куда-нибудь там в данж, здесь мы его с вами взяли, разместили, ну, давай размещайся, пожалуйста. Блин, дурацкие блоки, вот сюда куда-нибудь разместили его, есть, хорошо. Открыли у нас с вами еще ячейки, то есть положили туда вещи, естественно, быстро убрали обратно в свинью, и у нас с вами огромное количество дополнительных слотов. И ко мне пришло механик, я точнее ее нашел в данже, она там просто была, ну, то ли связана, то ли еще что-то, я ее там освободил, и здесь очень много всяких фишек, которые связаны именно с подключением всяких автоматических вещей, то есть статую запитать, или ловушку сделать, или еще что-то, там что-то стреляло. Ну, естественно, это прикольно сделано, но я прямо сейчас хочу отправиться сразиться с пчелой, то есть нам для этого понадобится... У меня, в принципе, есть безаар, я не знаю, брать безаар или нет. Хорошая штука, но он ничего не дает, правда, мы можем немножечко подзаморочиться. Вот он, безаар, плюс скорость движения, скорость движения убоя. Мы можем ему попытаться на защиту сейчас с вами бафнуть, да? Да, попытаемся сделать что-нибудь хорошее, два скорости движения. Да ладно тебе, пожалуйста. Давай. Я знаю, что это не нужно делать внимательно. Давай броню, пожалуйста. Так, господи. Вот, плюс три защиты, пускай будет пока что плюс три защиты. То есть, если что, мы можем его поставить, например, вот сюда, а что мне здесь не хватает? Так, давай-ка проверим еще раз ботинок. Ботинок. Шарик. Это должно быть обязательно. Это чтобы не разбиться. Я что-то вынул и сам не понимаю, что. Жесть, ладно. То есть, а, у меня там шарф был, все правильно. Да, я вот помимо этого еще тут переходик такой сделал, как видите. Я старался его сделать более-менее интересным. И тут дерево посадил, травку вырастил. Почему я это начал делать? Потому что я потом уже когда построил первый... Ну, то есть, я был вот так вот приближен. То есть, я чтобы получше, полегче было блоки ставить. Вот так приблизился. Так, что-то строил, строил, строил. Потом сделал вот так и такой... Блин, я прилепил слишком близко к основному дому. Это по-дурацки смотрится. И решил сделать переход. А потом мне пришло еще несколько идей, что можно все дома объединить всякими разными переходами, Заборами, коридорами, мостами. И это может получиться в итоге неплохо. Но только очень много времени на это придется потратить. Мне просто нравится этим заниматься. Я именно поэтому занимаюсь. Надеюсь, что вам тоже понравилось, как я построил. Я тут старался. Ну, что значит старался? Я старался не для того, чтобы вас удивить. Я старался, потому что меня так зацепило, и я не мог остановиться строить. Я просто сидел, строил, строил. Там, кайфовал на самом деле. И, короче, тут такое дело, что у меня нет ни малейшего желания отсюда туда возвращаться пешком. Потому что это прям трындец долго. Давайте-ка с вами сейчас возьмем отсюда шелк. Где-то здесь шелк у меня был. Как нету шелка? Вот он шелк. Древесины. Древесины мало осталось. Почти всю древесину засандалил. Вот здесь на этой велесопилке делаем с вами постель. Кстати, что это такое? Прикольный стол для пикников. Можно было бы здесь дверь сделать. И вот здесь поставить стол для пикников, чтобы они туда ходили пикники устраивать. Диван можно поставить, на нем можно сидеть. Но нам с вами нужна простая кровать. Все, хорошо. Блин, этот декор, это здесь, это можно сидеть часами. Я думаю, что... Ну, я и так посидел часами. Я думаю, что многие так же сидят часами, как и я. Так вот, я хочу сейчас отправиться в джунгли вниз. Там посадить гоблина в подземелье. И временно хотя бы туда дряду призвать. Я не знаю, дряде там, наверное, не понравится. Но хотя бы гоблину понравится. И дряда мне будет давать броню. Я ее хочу посадить рядом именно с... Как ее? С пчелой. То есть убивая пчелу, а дряда будет рядом. Соответственно, у нее будет вот это вот... Я надеюсь, будет срабатывать завихрение, которое она создает, такие зеленые. Они дают дополнительную защиту. Это раз. А гоблин, я надеюсь, ему там понравится то, что это подземелье. И он мне поставит пилон. Я смогу тут телепортироваться. Мне не придется больше там париться по этому поводу. И нужно будет для торговца здесь построить отдельный дом, чтобы у него было свое место. Чтобы подальше от всех остальных. Потому что они не любят, когда их слишком много. Так, мы с вами вот сейчас вот сюда куда-нибудь прокопаемся, я думаю. Пошли в задницу. В задницу, я сказал. Маленький шершень. Я понимаю, что с пчелой, наверное, было бы очень-очень неплохо сражаться при помощи брони метеоритной и, естественно, метеоритной пушки. Потому что она абсолютно не требует затраты маны и очень быстро стреляет. Но что-то как-то мне неспокойно. Что-то как-то мне с нее фигово получается, понимаете? Сейчас посмотрим. Если не получится, то я схожу за метеоритом. Вот таким вот образом мы здесь для них сделали домик. То есть фишка в том, что... Да, дом у нас с вами получился... Это не дом. И он сейчас рядом с пчелой. То есть это крайне опасно, потому что, типа, пчела к ним может залетать. Я вижу его. Так вот, пчела может залетать и попытаться их там ужалить, например, да? Но мы с вами постараемся сражаться с той стороны, слева. То есть не подходить сюда, чтобы их не убили. Но посмотрим, как будет получаться. Я не думаю, что, в принципе, она мне понадобится. Вот это вот именно, как ее... Дряда здесь. Мне нужен исключительно гоблин, чтобы можно было сюда телепортироваться. То есть, чтобы у меня здесь был телепорт. А это, на самом деле, место совсем рядом с моим спуском вниз. То есть я потом прокопаю сюда коридор. И у меня будет спуск, то есть совсем рядом. Соответственно, таким образом убью двоих зайцев, если так можно выразиться. Видишь, что она делает? Я просто... Ну да, у нее радиус не очень большой. Я думал, что это получше будет. А так, радиус довольно-таки маленький. То есть где-то рядом есть враги. Из-за этого она врубает как раз вот эту охранную фигню. Дружище, а тебе здесь нравится? Нет, ему здесь не очень нравится, но это странно. Ладно, хорошо. А может быть тебе нравится? Дрядочка. Дряде тоже не нравится. А, нет, нравится. Спасибо. Она из-за того, что в джунглях, ей нравится. Все хорошо. Какая разница? Опасно, не опасно? Самое главное, что это джунгли. Да, отряды? У нас с вами таким образом здесь появляется пилон. Была не была. Выпиваем зелье, сердечный магнит, скорость и броня. Ну, в принципе, этого должно хватить. Этого должно хватить. Черт, что я делаю? Это от нежелания начинать бой. Тихо. Все в порядке. Это стандартно. Пошел. Давай. Главное не попадать под эту фигню. Вот зеленая. Под этот яд, этот яд. Главное не попадать под него. Хорошо, хорошо, хорошо. Тихо. Нормально. Кто там был? А, пчелка, наверное. Как видите, мы можем накидать прям огромное количество водяных этих стрел. Давай, давай, ко мне. Таким образом мы сбиваем ей яд. Пчелки тоже сбиваются. Мы получаем довольно-таки большое количество с них маны, так что можно просто обновлять нон-стоп. Уже половины здоровья у нее нет. Давай. Тихо. Подлечись. А, у меня вот здесь вот хил теперь. Ну, где ты? Где твои пчелки? Неплохой урон. Хорошо. Есть. Пошел процесс. Хорошо. Зелень тоже сбивается. Эти плювки сбиваются. Все это. Это самое главное. Дриада дает за броню. Все работает, как я хотел. Какой я молодец. Я даже ни у кого это не подсмотрел. Представляете? Я просто знал, что она это дает. Ну, и просто решил попробовать. И оно работает. Оно реально работает. Только не надо получать урон-то так, а? Камон, камон, соберись. На радостях, блин. Пчелки. Уходим. Да иди ты! Слишком много их. Шесть секунд. Хорошо, хорошо, хорошо идем. Хорошо. А сейчас психанет, по идее. Тайминги, тайминги. А тайминги просто не помню, как она прыгает. А сейчас постоянно так будет летать, да? Да, постоянно. Черт, да вот лучше я тварью-то. Это же легко. Вот. Ждем ее, ждем, ждем, ждем. Сейчас опять полетит. Накидываем и ждем. Ааа, поздно. Ну, ребят, сори. Ну, я прям давно с ней не сражался. Рука не набита. Что поделать? Ладно, ничего, тащим. Тащим, тащим. Здоровье есть. Главное, с пчелок получать манны побольше. Как хорошо-то. Слушай, я с дрядой придумал. Вообще идеально. Ха-ха. Черт. Лечимся. Лечимся. Очень маленькая опять же арена у меня. Нужно арену побольше. Прям очень маленькая. Из-за этого очень сложно. Все, вот тут удобно. Все, вижу. Вот тут удобно. Все, хорошо. Почти забил. Дряда, давай. Хорошо. Ай, хорошо пошло. Тихо. Хил. Пять секунд. Подлечись. Тихо. Пожалуйста. Есть. Обалдеть. Я в это не верю. Я с ней справился. Это. Это безумно сложный босс. Это безумно сложный босс. Вау. Она мне трофей сразу дала. Спасибо большое. Трофей. Мешок с сокровищами. Бутылки с медом. Одиннадцать. Это. Лечилка. Подожди. А. Материал этот. Из которого все крафтится. Так, ну. Это мне не нужно. Это мне не нужно. Я сейчас просто скину все, что мне сейчас точно не нужно. То, что все мешается. Так. Подожди. Стол. Все. Мне стол второй не нужен. У нас с вами здесь все есть. Эти более-менее довольны. Ну. На гобли наплевать вообще. Кстати. Я могу. Знаете, что сделать? Я могу отсюда вот это слить. Ну. Убрать. Ну. Это. Мед. Мед очень полезная штука. Судряды. Тоже поставить розовую свечу. Чтобы. А. Здесь поменьше. Как раз спаун был. И. Их никто не беспокоил. Магазин. Все. Здесь в принципе нам ничего не нужно. Здесь. Ну. Если что. Я к вам вернусь. У нас с вами все есть. Вас вроде не должны убивать. Когда тебя рядом нет. Их. Ну. Вроде их не убивает никто. На них никто не нападает. Так что. Спокойно. Застраиваем. Ух. Это было жестко. У нас с вами еще ульи есть. Но. Я буду надеяться. Что сейчас отсюда придет. Достаточно всяких вещей. Причем. С. Пчелы нам. Броня не нужна. Что нам нужно. Грозный рюкзак улей. Увеличивает силу дружественных пчел. Ну. Блин. Это рюкзак. Это. Вот. Место. Ну. Туда одевается. Пчелиный лук. Деревянные стрелы. Превращаются в стол пчел. Это хорошо. Жезл улей. Помещает блоки улей. То есть. Если не ошибаюсь. Вот то что у меня блоки лежат в кармане. Я их могу вот так вот размещать. Где хочу. Очень удобно. Что за. А. Из них постоянно будут пчелы выскать. Да. Ладно. Я тебя понял. Разрушать их просто так нельзя. Дальше что. Пчелиные штаны. Это украшение. Ну. Ладно. Предположим. Пчелоната. 29 штук. И пчелиный воск. 20 штук. То есть. Из гранат пчелиного воска. Мы можем наделать еще пчелонат. Ну. Естественно. Там. Бутылки с медом. Это лечение. Я вообще. На самом деле. Думаю. Что я за кадром. Сгоняя вот сюда. Вот здесь еще улей есть. И где-то вот. Совсем рядом. Я видел еще один улей. Находил. Я его найду. Он где-то здесь недалеко был. Нет. Вот где-то вот тут он был. Я не помню. Но не суть важная. На самом деле. Я его найду. Это не так сложно. Да тут еще по-любому не один улей. То есть. Мне кажется. Это самый лучший вариант. Как справиться с пчелой. Если у вас. Не очень хорошо получается. От него вернуться. Как это сейчас получалось у меня. Все нормально. Да. Все хорошо. Я не испортил дома. С домами все замечательно. Я предлагаю сейчас идти сюда. Мы с вами можем телепортнуться. Ну хотя бы на этот пилон. И тут уже по-быстренькому набежать домой. Поставить себе там обратно. Точку восстановления. Что-то как-то ты странно бежишь. А. У меня эти самые в руке. Да. Ну это очень круто. Урон 25. Ты смотри что они творят. Да. То есть. Они потом расходятся. И начинают. Собственно говоря. Всех атаковать. А если мы с вами одеваем. Как раз. Грозный рюкзак. А еще. Если и подфармить. Это гном там что ли? Это гном там. Прикольно. Я гномов до этого не видел. Я здесь до этого ни одного гнома не видел. Ладно. Хорошо. Как-нибудь потом с ним разберемся. Посмотрим что здесь может быть внизу. Ну и последний момент. К нам пришел знахарь. Привет знахарь. Во. Я вот здесь могу до него дотронуться. Фонтан чистых вод. Фонтан пустыни. Фонтаны. Наполняющий столик. Используется для создания флаконов. Для усиления оружия. Честно говоря я не помню что он дает. Знахарь. Нужно будет сейчас проверять. Смотреть по Википедии. Обязательно сейчас почитаю. Во. Выглядит он вот таким вот образом. Но на это пока что все. Если понравилось пожалуйста поставьте лайк. Не забывайте подписываться. Чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи друзья. Пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok